Всем привет! И я сейчас хочу с вами поговорить на тему блонда, как сделать блонд в домашних условиях, не переполив свои волосы, не испортив качество. И мы сейчас с вами посмотрим, какой цвет у меня на корнях. А на корнях у меня сейчас вот такой вот цвет. Это такой как бы рыжий цвет. Мне он, кстати, даже больше идет, чем блонд. Но я психанула, как многие девчонки, которые никогда в жизни не красятся в своей жизни. И я сделала себе блонд после того, как я уже была рыжей. И рыжий цвет мне намного лучше было. Он как бы меня освежал, и поэтому я сейчас делаю себе вот такие вот рыжие корни, дабы отрастить их сначала вот так, потом так, так. Ну и, короче, пошло-поехало, и потом просто этот блонд у меня будет свисать вот так вот. Я надеюсь, что он у меня так отрастет когда-нибудь. Может, через лет 10, через 5. Волосы у меня растут очень медленно. Ну а пока что я хочу вам показать, как я вчера осветлила корни, так как я уже целый месяц не осветляла их. Ну, в общем, хочу показать, похвастаться своим результатом, как волосы выглядят сзади. Я могу сказать, что после вчерашнего осветления у меня отлетело несколько волос. Как бы я немножечко жалею, что я сделала это осветление, потому что качество волос все-таки пострадало. Вот так вот выглядит волос после вчерашнего осветления. Они даже, ну, я не знаю, как вам сказать, они не пушатся. Это просто вот такой вот осветленный блонд, чтобы вы понимали. Вот. Я никому...